Продолжение следует... Я 14 лет в диджитале, в Demis Group я 13 лет, в Demis Group я сформировала отделы SERM, ORM, SMM, продвижение на маркетплейсах, то есть я постоянно запускаю новые услуги в компании. Сейчас я директор бизнес-направления ORM и SERM. Итак, давайте начнем со статистики. На самом деле эти цифры многие из вас видели, многие видели в различных исследованиях, в статьях. Все их видят, но почему-то никто не учитывает. Ну либо учитывают, но очень мало. Например, кто-то говорит о том, что отзывы в интернете очень мало кто читает. На самом деле более половины, более 60% ваших покупателей читают отзывы. И более половины ваших покупателей ориентируются на эти отзывы при совершении покупки. И еще очень важно для ваших покупателей то, как вы реагируете на негатив. То есть вот эта вся история, что это происки конкурентов, и я с этими отзывами работать не буду, даже отвечать на них не буду, это очень плохая история. На самом деле расскажу почему. Итак, давайте перейдем сразу прямо вот к цифрам. У нас очень часто бывает, что клиенты, когда мы считаем услуги СЕРМ, ОРМ и так далее, спрашивают, а что это нам даст? Ну то есть люди не верят, что влияет на лиды, что это влияет на выручку. Что мы сделали? Мы разработали собственный алгоритм на основании спроса. То есть это прям вот расчет из реального коммерческого предложения. Поэтому я убирала здесь название, потому что это реальная компания, которую мы просчитывали. И здесь компания, которая занимается в основном кухнями, поэтому средний чек по отрасли около 90 тысяч мы считали. Что мы делали? Мы считали спрос по Яндексу, спрос по Гуглу. На основании алгоритмов рассчитывали, на каких местах какая тональность, какой CTR, охваты. Высчитывали упущенных пользователей, которые уходили именно из-за негативных отзывов, либо там из-за нейтральных площадок, площадок, не относящихся к компании, и высчитывали упущенную выручку. Например, вот по данной компании за месяц более 21 миллиона. Они упускают выручки при среднем чеке в 90 тысяч. На мой взгляд, это шокирующий на самом деле результат. И это прям приблизительные средние данные, плюс-минус. Далее, например, ювелирная тематика. Здесь по той же самой схеме мы посчитали. Здесь за месяц размер упущенной выручки также более 20 миллионов. Следующий кейс – это стоматологическая была клиника, довольно-таки известная. Много различных у нее подразделений. Здесь размер упущенной выручки более 11 миллионов. Ну, также… А за какие периоды просто чтобы это… За месяц. За месяц, да. Это именно за месяц. Мы брали спрос, ну, то есть частотность запросов по Яндексу, по Гуглу за месяц, и высчитывали именно за месяц. Федеральные компании или локальные какие-то? А вот это была московская сеть стоматологических клиник. Вот это региональная. И это региональная. Понятно. Это примеры просто упущенной выручки на реальных компаниях. Что дальше? Дальше расскажу про тех, кто принял к сведению и начал работать со своей репутацией. Что было изначально, что мы сделали и какие результаты мы получили. Первый кейс, который я хотела бы рассказать – управляющая компания. Что у нас было на старте? Было очень много неконтролируемых отзывов, которые появлялись в различных чатиках. Сильный негатив по отношению к управляющей компании. Это очень конкурентная отрасль, поэтому также у нас конкуренты писали очень много заказных отзывов. И продолжают писать на самом деле. На основании всего этого потока неконтролируемой информации дома переходили под управление другой управляющей компанией. Это под Москвой. То есть это прям большие деньги уходили в руки другой управляющей компании. Соответственно, нашему клиенту это не устраивало. Какие мы поставили себе цели после анализа компании? Мы поставили себе целью, что мы найдем и обнаружим все чаты, где обсуждают проблемы и будем решать 100% проблем, которые есть у пользователя. Также мы поставили себе целью везде добавить официальных аккаунтов во все чаты, удалить более 30% негатива, повысить индекс лояльности хотя бы до 6. Там на старте прям что-то около единицы было. Но основная, конечно, цель – ни один дом не должен переходить под управление другой компанией. То есть никто не должен забегать. Что мы сделали? Мы подключили бренд аналитикс, очень хорошо справилась с данной системой. Начали собирать все негативные упоминания. Мы запрашивали данные у каждого пользователя. Мы через систему клиента ставили заявки на решение проблемы. При этом здесь очень круто, что клиент пошел нам навстречу. То есть клиент тоже очень хотел решить данную проблему и, в принципе, очень много помогал нам. Здесь мы договорились с клиентом, что все наши заявки решаются в приоритетном порядке. И здесь для нас была выделена отдельная рабочая группа, которая решала проблему в течение 24 часов. После того, как появлялось решение, мы оперативно размещали все это под каждой заявкой. То есть прямо отрабатывали, рассказывали, показывали, решали. Что у нас еще было сделано? Мы добавились во все чатики, связались с администраторами, даже закрытые чатики. Везде нас добавили. Все прошло очень хорошо. Более 120 штук было всех этих чатов. То есть это было очень много. Мы поделили по регионам, закрепили за каждым регионом модератора официального. И ребята работали. После появления негатива сразу эти модераторы передавали заявки, и у нас шла работа совместная с клиентом. Что еще? У нас была проблема с заказными отзывами, с негативом. Конкуренты на самом деле работали прямо в лоб. Они размещали по 3-4 отзыва сразу на всех площадках. Довольно-таки такие детализированные отзывы. Мы сразу запрашивали информацию, где-то сверялись со списком уже жильцов, который у нас был. То есть сразу могли вычислить фиктивные отзывы. И дальше жаловались, протестовали, доказывали. Либо дискредитировали тех, кто размещал эти отзывы. В принципе, у нас снизился поток заказных отзывов. Просто потому что конкурентам было очень сложно работать в такой нервной ситуации. В общем, мы смогли это все нейтрализовать. Что у нас в результате получилось? На старте, до начала нашей работы, в марте-апреле, у клиента индекс лояльности был 1,1-1,2. Далее мы ставили себе 6 хотя бы. В сентябре уже был 9,1. Также у нас была определенная статистика, где дома уходили из-под курирования данной управляющей компании. Здесь у нас уже после начала нашей работы, вот в июне плюс один дом, в августе и в сентябре плюс два дома. То есть никто не уходил. Лояльность увеличилась, дома добавились. То есть здесь клиент получил счастье. Вот так сработала работа с репутацией. Второй кейс, который я хочу рассказать, это довольно-таки крупный мебельный магазин, мебельная компания тоже регионального значения. Что было? Была очень низкая лояльность пользователей, очень много негативных упоминаний и очень низкий индекс лояльности. Также 2,1. При этом мы рекомендовали им хотя бы 10 добиться. Что сделали? Что мы себе поставили вообще? В принципе, мы стандартные такие цели – снизить количество негативных упоминаний, вырастить индекс лояльности и повысить конверсию. То есть тут уже мы начали ориентироваться на продажу, поставили себе цель рост конверсии в 2% от текущего показателя, чтобы, как следствие, увеличение прибыли. Что дальше было сделано? Мы подключили ежедневный мониторинг в режиме 24 на 7. У нас модераторы работали, там очень хорошо помогали разные регионы. То, что у нас очень много часовых поясов, конечно, тоже хорошо работало. Мы в течение 30 буквально минут отвечали на все упоминания. На позитивные упоминания мы отвечали с благодарностями, лайкали и так далее. По нейтральным мы предлагали перейти на консультацию, а по негативным упоминаниям у нас была согласована определенная система мотивации, скидки и бонусы, которые мы могли предлагать со своей стороны сразу. Если все устраивало, то мы, возможно, удаляли отзыв, либо просто решали проблемы на своем уровне. Если же не устраивало, то мы передавали дальше клиенту. Что еще дальше? Мы проанализировали проблемы компании. Здесь, опять же, тоже мы сработали с компанией вместе. Мы проанализировали проблему, выделили какие-то проблемные моменты на основании вот этого мониторинга. Там у кого-то что-то, например, были какие-то проблемы с обивкой, там некачественная обивка. Мы передавали клиенту, клиент очень круто сработал, там, например, заменял обивку. Мы на фокусной группе тех, кто купил, например, определенный продукт, замеряли, консультировали, звонили, узнавали, как понравилось, не понравилось. То есть на фокусной группе проверяли. Если все окей, если по первичным тестам проблемы уже нет, мы писали тем пользователям, которые были до этого недовольны, предлагали заменить продукт. Здесь очень крутая лояльность также со стороны клиента была тоже проявлена. Что в результате у нас получил клиент? Все упоминания, прям 100% упоминаний обрабатывались постоянно. То есть никто не оставался без решения проблемы. Все видели, что проблемы решаются, что, если что, компания всегда поможет. На цифрах индекс лояльности. Мы хотели хотя бы до 10 добраться. В сентябре он был уже 14,1. В октябре еще я не добавила пока информацию. Не знаю еще. Что еще? После исправления проблем с мебелью мы решили, мы начали смотреть на конверсию. Ту самую конверсию, которую мы хотели увеличить. А посмотрели на общие графики, наверное, за мной не видно, а конверсия-то не выросла. На самом деле здесь можно было бы на этом остановиться и расходиться. Хотя в нашей практике всегда конверсия растет, количество негатива снижается, конверсия не растет. Мы были несколько в недоумении и пошли глубже в аналитику. Что мы дальше проанализировали? Мы проанализировали, в принципе, количество продаж. Запросили у клиента, насколько росло количество продаж, а общее количество продаж у нас растет. Как мы видим из графика негатив вниз, общее количество продаж растет. И общее количество продаж растет за счет количества продаж из социальных сетей. Если вы посмотрите на серенький график, растет количество продаж именно из социальных сетей. И растет конверсия именно из социальных сетей. Вот на протяжении всего момента нашей работы. То есть на данный момент доля продаж из социальных сетей – это 35%, а до этого было 1% до начала работы с репутацией и с работы вообще в упоминаниях в социальных сетях. И конверсия из социальных сетей увеличилась на 460%. Это очень хороший результат, на мой взгляд. То есть здесь мы видим именно прямо вот насколько аналитика упоминаний дала рост продаж. Итак, сейчас я в микрофон продолжу. Если вы хотите такой же результат, что в принципе можно сделать сейчас крупными мазками? Прям буквально я несколько пунктов назову. Что нужно делать? Как я считаю, это, конечно же, не панацея. У каждого свой индивидуальный будет план. Но крупными мазками хотя бы надо работать со своей репутацией. Действительно надо работать и работать комплексно. Очень часто я сталкиваюсь с тем, что кто-то хочет работать с одной площадкой, с рейтингом на одной площадке. Это прямо ошибка. Нельзя, не надо так делать. То есть концентрироваться только на чем-то одном. Работать надо комплексно. Обязательно нужно провести мониторинг всех упоминаний. Вот прямо обязательно надо посмотреть, что у вас там есть хотя бы за полгода. Определить конкретные проблемы. Мониторинг с этим очень чудесно справляется. То есть мы с бренд-аналитиком всегда все бьем на определенные когорты и смотрим. Определить прям конкретные недоскотанки, конкретные проблемы. И не просто определить их, а начать их решать. Вот прям вот решать. То есть не просто посмотреть, что у вас там не так, а прямо вот поработать. Проанализировать площадки. Постоянно мониторить и уже проверять информацию ежедневно по несколько раз в день. Отвечать на негатив оперативно, не оставлять без реакции официального представителя какие-либо негативные сообщения и отзывы. И отдельно в личных сообщениях и комментариях в официальных сообществах надо реагировать быстрее. Если просто на площадках я рекомендую хотя бы в течение суток ответить, то на личные сообщения надо ответить в течение одного-двух часов, потому что там ждут совершенно другую историю, совершенно другой подход. Ну и самое главное, на мой взгляд, это нужно любить своих клиентов, потому что надо учитывать замечания и постоянно совершенствовать свой продукт на самом деле. Потому что вот только работа вместе в команде с клиентом дает очень крутой результат. То есть, на мой взгляд, идеальная ситуация – это в которой клиенты чувствуют себя счастливыми и защищенными на самом деле. И они понимают, что со всем можно справиться вместе с компанией. У меня есть также QR-код на аудит. Если вы сами хотите узнать про тональность, если хотите, мы можем посчитать вашу упущенную выручку. Все посмотрим, все рассмотрим, ничего не упустим, обращайтесь. Так, на этом у меня все. Марина, спасибо, давайте поблагодарим. Так, я чуть позже, вопросы? Вопросы из зала есть? Так, мой контакт еще. Конечно. Есть вопросы из зала? Можно вот, да. Здравствуйте, меня зовут Ирина. Марина, тоже есть опыт работы с управляющими компаниями. И, знаете, вы описали какую-то очень такую идеальную ситуацию, в которой вот есть проблемы, и управляющая компания взяла их и решила. Но, как правило, управляющие компании не решают проблемы не потому, что они их не знают, а потому что они их не могут решить. Потому что дом плохо построен, денег нет на ремонт и так далее. Вот, что бы вы посоветовали делать в той ситуации, когда, да, есть деятельность в соцсетях, да, мы отвечаем на негативные комментарии, только трубы не чинятся. День не чинится, неделю, месяц, потому что денег нет. Это вызывает обратную реакцию, и пользователь начинает говорить, увольте своих менеджеров в социальных сетях и наймите, пожалуйста, сантехника на эти деньги. Спасибо. Да, это бывает. Я понимаю вашу ситуацию, понимаю, проблемы ваши описаны вами. Мы здесь практически с таким не сталкивались, потому что там более такой хороший район. Но на самом деле я считаю, что здесь в любом случае надо до конца оставаться вежливыми и до конца все равно информировать о том, что да, мы знаем о вашей проблеме, да, разбираемся. В любом случае главное оставаться вежливыми и корректными, чтобы не случилось. Можно, есть вопрос, да, или нет, если можно. Здравствуйте, меня зовут Алексей. А можно вопрос по второму кейсу по мебельной истории? Мимолетно вы сказали про то, что разбирались с задачами, решали вопросы. А вот процент конструктивных замечаний к мебельным конструкциям, к чему угодно, что было от пользователей, он каков был? Потому что это, наверное, перекликает с вопросом про управляющую, но понять, насколько, скажем так, рейтинг был реальным в тот момент или после того. То есть мебельная компания начала исправляться и хотела стать лучше, либо она изначально была, но что-то пошло не так. То есть такой вопрос. Но она изначально неплохая, и там на самом деле процент каких-то серьезных проблем, он не так высок, там процентов 5-10 реальных проблем, и они реально решались. Потому что компания довольно-таки серьезная, она хотела их решить. А больше здесь именно была проблема в том, что они никак вообще не реагировали, нигде вообще, ну никак. И больше из-за этого был низкий индекс лояльности, потому что он на самом деле мог бы быть выше, если бы они вовремя где-то хотя бы, хоть где-то реагировали. Давайте, может, мужчине сейчас, а потом девушке. Здравствуйте. Дмитрий меня зовут. И вот, собственно, тезис такой, о котором много спорят на разных площадках профессиональных, о том, что 100% комментариев должны получить свою реакцию. И вот с моей точки зрения это не совсем верно, потому что есть ситуации, в которых наш комментарий, участие нашего бренда в дискуссии приведет только к негативным последствиям, но заодно алгоритма поможет для больших людей показать этот пост. Согласны, нет? Да, согласна. Я на самом деле его написала, не обратили, я его не зачитала, потому что я подумала тоже о том, что на самом деле ситуация индивидуальна. И где-то мы рекомендуем не вступать официальным представителям в дискуссию, а, возможно, где-то от агентов влияния идем вот через эту сторону. То есть где-то есть площадки, на которых, как мы знаем, лучше не отвечать заранее от официального представителя, потому что есть шанс, что отзыв некорректный, его можно будет удалить. А если мы ответим от официального представителя, уже удалить нельзя будет. Девушка. Большое спасибо за презентацию. Меня зовут Елена, компания «Оскона». Собственно, меня заинтересовал второй кейс, и конкретно на слайде было указано то, что большинство отзывов вы удаляете. Но, согласитесь, есть такие площадки, которые очень неохотно это делают, либо не делают вообще. Вот в таком случае, как вы работаете с этим негативом, как вы его отрабатываете? Есть какие-то, может быть, специальные таблетки там у вас, какие-то свои фишечки? Прям очень интересно. Спасибо. Фишечки на самом деле есть. Приходите, мы расскажем и покажем. Но на самом деле у каждой площадки официально какие-то площадки мы стараемся убрать, наоборот, из выдачи заменить какими-то площадками. Но они на самом деле такие стандартные практики. Есть у нас там разные подходы. В основном это либо замещение, либо снижение, либо есть площадки, которые ничего не делают, их надо замещать, конечно, в том числе. Возьмите микрофон. И с замещением тоже, да, в том числе. Спасибо большое. Можно последний вопрос? Здравствуйте. Спасибо за презентацию. Ольга, компания Сервье фармацевтическая. Собственно, вопрос, есть ли у вас опыты, какие у вас есть кейсы, работая на вас с более сложными случаями. В предложении вопроса о том, когда нельзя, наверное, оставлять комментарии от официального представителя. Мы, например, как фарма сильно ограничены кодексами. Мы в большинстве случаев не можем реагировать и отвечать на отзывы в социальных сетях о наших лекарственных препаратах. Мы можем только порекомендовать зайти на официальный сайт и оставить в форме какой-то запрос. И сотрудники качества, там, чего-то еще, уже связываются напрямую и исследуют, расследуют каждый кейс. Вот есть ли у вас опыт работы с репутацией в таком формате? Ну, у нас очень разные опыты, на самом деле, работы с репутацией. Вот прямо фармацевтику я сейчас не вспомню. У нас есть медицинские центры, очень много медицинских центров, в которых мы примерно вот тоже в таком формате где-то работаем. Фарма вот мне надо будет уточнить у коллег, тогда могу в перерыве вам рассказать. И подойдите к нашей команде. У нас там есть, собственно говоря, наработки по работе с фармой и партнеры в том числе. Это такая очень интересная ниша, и она вполне себе работоспособна. Если можно, я тоже спрошу, воспользуюсь как бы своим полномочиями и правилами. Значит, вроде бы механики работы понятны, а результат интереснее, чем, возможно, у других. Наверное, это все-таки связано с тем, что вы продаете свои услуги немножко по-другому. То есть вы все-таки пытаетесь привязать к бизнес-результату на этапе продажи, если вы делаете оценки денег, которые люди не получили, упущенные выручки и так далее. Мне показалось, что вы правильным образом позиционируете ваши услуги перед тем, кто платит деньги, как мне кажется. И даже когда мы говорим про трубы и так далее. То есть если люди не заинтересованы в бизнесе, ты действительно будешь продолжать отвечать за то, что твой заказчик не выполняет обещания, которые тебе дал. Если вы переводите разговор на деньги, а не на просто там некие услуги по управлению репутацией за некий непонятный чек, основанный на себестоимости, а не на его бизнес-результате, тогда, возможно, трубы будут продолжать не ремонтироваться. То есть мне кажется, что все-таки секрет тех успешных кейсов, которые вы показываете, в том, что вы разговариваете с клиентом про бизнес. Вот есть такой тоже простой пример, он немножко похож, телеком так периодически делает. Они, команда, если есть в инхаус телекоме, которая отвечает за работу с обращениями клиентов в соцсетях, они очень просто доказывают свою эффективность. Они действительно считают, сколько они сохранили абонентов для оператора. Потом там есть классическая арпу, и говорят, ребят, мы вам сохранили бизнес на столько-то денег. Нас всего-то 55 человек, мы заработали себе бонусы там вот в таком-то объеме. Вот, поэтому, и это такой подход, он очень и очень успешен. Поэтому, если кто-то его не делает, надо именно так, как бы стараться поступать. Но вопрос у меня в другой. А вам за что платят? У нас, на самом деле, очень интересно, вот я сейчас свяжу вот все, что вы сказали до этого, еще с тем, за что нам платят. У нас буквально там пара лет назад очень интересно сменился курс в компании. Мы начали замерять по всем услугам, в принципе, результат для клиента. И мало того, что мы не просто замеряем результат для клиента, который там, например, даже есть какие-то KPI в договоре, мы каждого клиента обзваниваем и спрашиваем, а что конкретно тебе нужно? И результат может меняться там от месяца к месяцу. Я вот буквально в сентябре там прозвонила своих клиентов, и у меня результат там общий по одному из отделов. С 75 упал до 62, потому что поменялись цели у клиентов. На самом деле, и мы сразу, у нас у каждого из специалистов есть завязка в мотивации, в том числе на клиентский результат. То есть, понимаете, что у нас вот он прошел прозвон клиентов, мы определили с результатами, определились, упал результат, упала мотивация у сотрудников. К сожалению, пошла мотивация работы на результаты клиента. Все понятно. И все-таки за что платят? Как вы калькурируете свою стоимость? От того, сколько вы тратите, или от бизнес-результата клиента? У нас есть определенные прогнозы. Мы даем определенные прогнозы клиенту. И у нас есть ответственность за невыполнение данных прогнозов. Есть абонентка, фиксированная за определенный объем работы. И есть прогнозы, за которые мы тоже несем ответственность. Круто. Марин, спасибо огромное. Спасибо большое. Давайте еще раз поаплодируем. Подходите обязательно и обращайтесь за опытом.